МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их заасфальтировать, превратить в тротуары. В округе проходит реализация оригинальной программы «Народные тропы». Кинуло количество им подругам. У многих из них есть маленькие дети. Конечно, много книг осталось, уже не нужных, но в хорошем состоянии. И мы так вместе собрали книги. Верчали, присоединились к акции книги Донбассу. Я сдавал в мае нормативы там бег на полтора километра подряд. В парке Наташинские пруды наградили жителей округа за отличную физическую подготовку. А теперь подробнее об этих и других новостях. Новая неделя началась с оперативного совещания в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб подвели итоги, проделанные за отчетный период работы. С докладами спикеров ознакомились и мы. С 8 по 14 августа в межмуниципальное управление ВД России Люберецкое поступило более 1800 обращений. На территории обслуживания ведомства произошло 25 преступлений, 19 из которых раскрыты. Причинение тяжества вреда здоровью раскрыто. Значит, грабеж один раскрыт, зарегистрирован кражик. Восемь из них семь раскрыто. Незаконный оборот наркотиков – пять, пять раскрыто. Незаконный оборот оружия – один, один раскрыт. Значит, мошенничество – пять, это все дистанционные мошенничества. Значит, ни одно не раскрыто. 48 выездов по сигналу тревоги. За неделю сотрудники Люберецкого гарнизона пожарной охраны ликвидировали семь возгораний. Пять происшествий произошло на территории городского округа Люберцы. 10 августа в 3 часа 57 минут поселок Томильный, птицефабрика ГСК-25. В одном из гаражей обгорели личные вещи на площади 1 квадратный метр, пострадавших нет. 13.08 в 10 часов 50 минут в город Люберц, улица Побратимов, у дома 9. Автомобиль в результате пожара обгорел моторный отсек легкового автомобиля «Лада Приора», пострадавших нет. Аварийных ситуаций в системе ЖКХ не было. Служба работала штатно, без отключений. В Люберцах в плановом режиме продолжается замена лифтов. В этом году в 13-м году обновят 39 подъемников. Таким образом, в округе избавятся от всех лифтов, отслуживших 25 лет. Также у нас продолжается план выполнения по ремонту подъездов. У нас запланировано на текущий год 149 подъездов. Как мы видим на сегодняшний день, 147 подъездов выполнены в полном объеме. В рамках софинансирования с областью все работы выполнены 49 подъездов. И на сегодняшний день два подъезда в работе, управляющие компанией содействия. До 1 октября данные работы будут завершены. Управляющие подрядной организации ежедневно проводили работы по содержанию городских и дворовых территорий. Для этого было привлечено 108 единиц спецтехники и более тысячи сотрудников. За неделю с улицы дворов городского округа собрано и вывезено около 700 кубометров мусора. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы при участии первого заместителя министра ЖКХ Московской области Сергея Черепанова стартовало строительство водовода между поселками Тамилина, точка подключения микрорайона птицефабрика, и водозаборным узлом номер один в поселке Октябрьский. Протяженность магистрали около 7 километров. На стройке побывала съемочная группа нашего телеканала. Окраина поселка Тамилина. Строительство началось неделю назад. Работы осуществляются в рамках трехстороннего соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией муниципалитета и Мосводоканалом. На объекте заняты бригады из 10 человек, 4 единицы техники, самосвал, экскаватор и кран. Подвезли первую партию труб. Прокопали траншею порядка 200 метров. Траншея вся в песке более 3 метров. Глубина, поэтому все должно быть вне открепления. Эскаватор идет впереди, рабочие тут дальше забуривают, раскрепляют, чтобы потом безопасно можно было варить трубопровод внутри уже траншеи. Протяженность первого участка водовода 800 метров. От поселка Тамилина до коттеджного поселка Прерий. Проведение земляных работ осложняет песчаный грунт. Чтобы не допустить обвалов, стены траншеи фиксируют. Устанавливают распорки. Мы должны точно знать, когда будет вода в Октябрьском. Май месяц. Какого года? Следующего. Вода в Октябрьском проблема давняя. В поселке всего один водозаборный узел. Качество воды оставляет желать лучшего. Долгие годы власти округа получали жалобы жителей. Вот эти горизонты, как говорят специалисты, они истощены. И суть в том, что здесь вода, здесь много железа. Ну, очистка, скажем, крайне сложная и почти невозможная. Примесей много. Чуть ниже фтор, его и по сути не очистишь. Водовод обеспечит московской водой поселки Октябрьский, Мирный и строящиеся микрорайоны в поселке Тамилина. В траншею будут уложены две трубы диаметром 600 миллиметров в стальном футляре. Доступ к качественной воде получат порядка 74 тысяч человек. Финансирование осуществляют сейчас из бюджета области целиком, плюс из источников застройщиков. То есть вот этот этап, который мы сейчас начинаем строить, это 300 миллионов рублей за счет девелопера. Проект будет реализован в два этапа. От Тамилина до поселка Мирный и далее до Октябрьского. До поселка Октябрьский водовод дотянут в третьем квартале следующего года. Срок завершения всех работ – конец 2023 года. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еще одна котельная в Люберцах готова к зиме. В рамках подготовки к отопительному периоду объект проинспектировал исполняющие обязанности главы Владимир Волков. Подробности у моих коллег. Котельная по улице 8 марта обслуживает пять домов. Четыре года назад объект реконструировали. Здание отремонтировали, оборудование заменили полностью. Это котельная прошлый, позапрошлый год. Мы не останавливали на профилактический ремонт в связи с тем, что оборудование новое. Мы не видели смысла для того, чтобы люди постоянно получали ресурсы в виде горячей воды. Котлы и горелки немецкого производства. Главный инженер Люберецкой теплосети Андрей Хлопутин рапортует. Все новое, все работает исправно. Мы стремимся к тому, чтобы следующие подготовительные этапы 23-го года, 24-го снизить сокращение количества отключаемых дней. То есть, если это раньше было три недели, сейчас многие котельные у нас переходят на двухнедельное обслуживание. Где-то это 10 дней. Конечно же, эти сроки максимально нужно сокращать. Эту котельную остановят всего на одни сутки. Необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей и ряд регламентных работ. На сегодняшний день здесь у нас работает сварочная бригада. Готовят заготовки для того, чтобы в момент проведения гидравлических испытаний и после этого заменить краны на воздушных трубопроводах, на линиях воздушное удаление воздуха с трубопровода. После модернизации тепловая мощность котельной была увеличена в два раза. До 4,6 гигакалорий. И это без увеличения потребления газа. Рядом строится многоэтажный дом и медицинский центр. Дополнительная мощность будет направлена на эти объекты. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Формирование современной комфортной городской среды – муниципальная программа, которая реализуется в Ливерецком городском округе. В ее рамках идет комплексное благоустройство дворовых территорий. Преображается двор по адресу Октябрьский проспект 341. Тему продолжит наш корреспондент. Комплексное благоустройство затрагивает двор целиком. В плане предстоящих работ – монтаж детской игровой площадки размером 20 квадратных метров, ремонт и замена асфальтобетонного покрытия на площади 200 квадратных метров и прокладка пешеходных троп. Часть задач уже выполнена. Установка дорожно-бортового камня, основание под площадку готово и идет работа по подготовке к асфальтированию. Местные мальчишки – первые, кто оценил благоустройство. Живут здесь, учатся недалеко. Во дворе целый день. Оттачивают навыки езды на самокате. На вопрос исполняющего обязанности главы Владимира Волкова о ремонте отвечают – нравится. Самое главное, что те проблемы, на которые обращали внимание жители, а в данном месте фактически всегда стояла лужа, эта проблема после укладки асфальта будет решена. Так как идет разуклонка, так называемая, вода отводится в определенное место, и двор должен быть сухим. В этом дворе монтаж детской площадки начнется 23 августа. В дальнейшем на столбах уличного освещения лампы заменят на светодиодные и установят две дополнительные опоры. Также будет разбит газон. Осенью запланирована посадка 200 саженцев, кустарников и деревьев. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах обсудили концепцию благоустройства Томилинского лесопарка «Лесная опушка». В работе круглого стола приняли участие проектировщики, представители администрации и жители городского округа. Подробности далее. Первым делом проектировщики приведут в порядок существующую в лесопарковой зоне пешеходно-тропиночную сеть. В работе будут использовать исключительно природные материалы, которые не навредят корневой системе зеленых насаждений. В планах также модернизировать тропы здоровья, установить освещение, сцену, создать зону наблюдения за птицами и места для выгула собак. Мы организуем спортивные зоны, детские зоны. И основная задача состояла в том, чтобы сделать этот лес, во-первых, оставить его лесом, а не приводить это все к парку культуры и отдыха. Никаких активных, шумных, увеселительных функций у нас не запроектировано. При разработке концепции проектировщики учли пожелание и предложение, поступившее от жителей Октябрьского во время общественных обсуждений, которые состоялись в апреле этого года. Тогда в адрес проектировщиков было направлено 116 обращений. Не сносят деревья в проекте. Естественно, в рамках санитарной очистки леса должна быть проведена оценка каждого дерева. И, конечно, будет убираться из упостой аварийной деревьев, но это происходит в рамках ежегодной, ежезонной обслуживания леса. Замечания и предложения, которые поступили на этот раз, также взяли в работу. Их учтут при окончательной разработке проекта благоустройства. Напомню, что реконструкция Томиленского лесопарка «Лесная пушка» включена в государственную программу Московской области формирования комфортной городской среды. Луиза Игеазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе реализуется региональная программа «Народные тропы». Она действует в Московской области с прошлого года и включает в себя обустройство пешеходных дорожек в местах, где были протоптаны стихийные маршруты. От 6-го дома на улице Некрасова до 9-го на Лорхо. Стихийная тропинка, которую протоптали жители Коренева, совсем скоро станет комфортной пешеходной дорожкой. Ее протяженность – 215 метров, а площадь – более 400 квадратных метров. Для людей будут созданы условия беспрепятственного прохождения вдоль непосредственно вот этого пруда, доступ к детским площадкам и к жилым домам. Сейчас ведутся работы по разработке земельного корыта. Далее идет установка бордюрного камня, отсыпка и подготовка к дальнейшей асфальтировке. Техника и люди начали работу на этом участке два дня назад. Уже через неделю жители все так же будут передвигаться по своему привычному маршруту, но уже по обустроенной тропинке. Андрей Юрьевич поставил задачу вот эти тропы, где люди протоптали, их заасфальтировать, превратить в тротуары. Мы еще здесь и поставим освещение. Я думаю, станет значительно удобнее. Но я думаю, что жители, когда тротура будет, это все отметят. Всего в этом году на территории городского округа Люберца обустроят 13 народных троп. 6 в поселке Красково и 7 в Малаховке. Работы на всех участках завершат к концу августа. Луиза и Геоцаря, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. Завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом, лучший двор». На конкурсе самые талантливые жители совместно с управляющими компаниями представили 225 дворов из 47 городских округов Подмосковья. Об одном из таких дворов расскажут мои коллеги. Напротив восьмого дома на проспекте Гагарина цветущий оазис. И все это в черте большого города. Так и не скажешь, что 8 лет назад на этом месте вообще не было зелени. В 2014 году жительница дома Елена Гриднева выиграла муниципальный конкурс с проектом «Сквера полет». На выделенные средства вместе с мужем закупили семена цветов и саженцы кустарников. Сейчас некоторые из них уже доросли до второго этажа жилого дома. Причем мы садим не многолетние, а каждый год. То есть нужно вначале посеять семена, затем их высадить в землю, ухаживать, подкармливать, рыхлить, окучивать. Это очень большой трудоемкий труд. На территории сквера более 500 сортов цветов и 30 видов кустарников. Здесь и лимонное дерево, и персиковое, и ели. Например, одна из них из Выборга. Елена Борисовна привезла ее специально для своего детища. Вот Елена Борисовна выиграла «Сквер полет» и начали облагоустраивать. Я живу здесь 10 лет и поблизости таких скверов нет. Здесь нам очень нравится. Гуляют дети, мамочки с колясками. Очень здорово. Нам это очень нравится. Теперь для «Сквера полет» необходимы арка с одноименным названием и красивые ограждения, чтобы весь цветущий комплекс выглядел еще краше. Чтобы это было на века, для счастья, для того, чтобы жители чувствовали заботу о них, чтобы они приходили с работы и могли здесь всегда отдохнуть. «Сквер, созданный своими руками, не может не радовать. Красивый и уютный он буквально наполнен добротой и любовью к тому месту, где живешь. И искренне хочется верить, что благодаря именно таким людям, как Елена, наши дворы действительно станут комфортнее и краше. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Представители Молодой гвардии «Единой России» совместно с депутатом Госдумы Александром Толмачевым навестили ветерана Великой Отечественной войны Федора Юрьевича Козлова. Волонтеры помогли навести порядок во дворе его частного дома и вывезли накопленный мусор и старый хлам. Подробности у нашего корреспондента. Федор Юрьевич, мы к вам в гости. Приветствую вас. Гостям он всегда рад. Это уже не первый визит волонтеров к ветерану Великой Отечественной. Узнав, что у Федора Юрьевича уже несколько месяцев не работает телевизор, молодогвардейцы привезли ему новый. Помогли с установкой и подключением. Это же редкость. На сегодняшний день живое общение, вздравие с участниками Великой Отечественной войны. И сегодня мы здесь, общаясь, для нас каждый ветеран – это кладезь знаний, опыта. Причем как профессионального, так и личного. И сегодня то сообщение, которое нам Федор Юрьевич дарит, оно бесценное. Пока депутат Госдумы настраивает телевизор, волонтеры не теряют время зря. Наводят порядок во дворе и выносят накопленные ненужные вещи. Ветеран живет один. Помочь по хозяйству некому. Эта помощь нужна не только самим ветеранам, но и молодежи, которые видят прошлое, и людей, которым мы должны быть благодарны за то, что мы вообще сейчас живем на этом свете. Я очень удивился, какой это жизнерадостный человек, и с ним очень приятно общаться. Прошел связистом пол Европы, награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за взятие Будапешта, за освобождение Белграда и Праги. Федор Козлов попал в действующую армию на Третий Украинский фронт в 17 лет. По возрасту было не положено, но по-другому поступить не мог. Старшие ребята в 25-м году уже под Сталинрадом погибли. Тогда я решил, что надо. Еще призов не было, но я думаю, что стыдно отсиживаться. Надо идти помогать, чтобы стыдно не было за прожитые годы. Сейчас Федору Юрьевичу 95 лет. Кроме волонтеров, его периодически навещают сотрудники патронажной службы. Сам ветеран говорит, что самое ценное для него – это общение с подрастающим поколением. Детство – это фундамент. И каким ты будешь человеком, начиная с детства, таким ты и останешься. Поэтому в детстве это закладывается в фундамент жизни. Луиса Аеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жительницы городского округа Люберцы, ветерану труда Антонине Гусаровой подарили новую газовую плиту. Оборудование было устаревшим, и оно представляло угрозу не только для хозяйки квартиры, но и для жителей всего многоквартирного дома. Подробности далее. Срок плиты должен быть 10 лет. Она мне 23 года. Мы боимся, вдруг у вас что-то будет, требуется замене. Такое предписание во время ежегодной проверки дали сотрудники газовой службы. Приобрести новую плиту ветеран труда Антонина Гусарова не могла. Пенсионерка обратилась за помощью к руководству управляющей компанией ЛГЖТ. Просьбу услышали. Вы нажимаете кнопку вот сюда, она вот видите, и все вас зажигает. Я хочу выразить вам благодарность, всем, тот, кто помог мне. Это вот маленький скиночек, а вы все работали. Всем вам вместе работали. Татьяна Михайловна, которая сделала дорожку мне, чтобы отнести заявление, а то бабки куда-то колтыкать. 83 года. Теперь хозяйка квартиры планирует затеять ремонт на своей небольшой кухне, чтобы новая плита гармонично вписалась в интерьер. Но самое главное, что теперь можно не бояться за безопасность свою и соседей. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проводят акцию «Книги Донбассу». В городском округе Люберцы сбор литературы проводят в библиотеках, МФЦ и общественной приемной партии на улице Кирова. Есть еще одна точка. Она открылась на первом этаже торгово-развлекательного центра «Орбита». Уже с утра люберчане несут сюда книги. Полки постепенно заполняются художественной литературой, учебными пособиями и книжками для малышей. Татьяна Курилович часто вместе с друзьями участвует в благотворительных акциях. Сегодня передала художественную литературу для детей. Кинула клич своим подругам. У многих из них есть маленькие дети. Конечно, много книг осталось, уже не нужных, но в хорошем состоянии. И мы так вместе собрали книги. Я считаю, что все жители должны по возможности принять участие в таких акциях, в добрых акциях. Ведь у многих дома есть книги, они просто лежат. Почему бы не поделиться ими с теми, кому это очень важно? Желающих принять участие в акции «Книги Донбассу» в округе оказалось немало. Поэтому количество площадок для сбора литературы будет увеличиваться. Россия, она отличается от других своей соборностью. И вот в данном случае на сегодняшний день непростая ситуация в Донбассе. Мы знаем, понимаем и мы стремимся найти возможности помогать. В том числе в плане образования, книги. Обратились к нашим жителям, у кого есть желание, может. В Люберцах акция стартовала полгода назад. За это время собрали более двух с половиной тысяч книг. Их уже отправили в школьные и публичные библиотеки Донбасса. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Строительная компания «Тройка Ред» и «Сбербанк» провели совместный эксперимент. Исследовали жилой комплекс Новокровского на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья и для граждан старшего поколения. Для этого пришлось искусственно состарить испытуемого. Молодому человеку прибавили 20 лет. Подробности тестирования новостройки в материале моих коллег. Это корсет для фиксации шеи. Немного усложняет подвижность головы. Костюм симуляции возраста ГЕРТ. Общий вес 20 килограммов. Состоит из десятков элементов, которые имитируют болезни, наиболее распространенные среди граждан старшего поколения. Данный костюм имитирует частичную потерю слуха, частичную потерю зрения. При этом в костюме есть 6 видов очков, которые имитируют разного вида заболевания, такие как катаракта и прочее. Экипировкой испытуемого занимаются несколько человек. На руки и ноги надевают утяжелители. На локти и колени фиксаторы, чтобы сымитировать болезнь суставов и сделать их менее подвижными. Специальные перчатки сковывают движение пальцев. Если их подключить к прибору, то ладони начинают трясти. Это тремор. Испытуемый с трудом расписывается. В завершении очки, имитирующие заболевание катарактой, и наушники для снижения слуха. Первый на доступность тестирует входную группу. Молодой человек комментирует действия. Видит только зеленый цвет и цифру 14 на указателе. Следующая задача – открыть почтовый ящик. С ней испытуемый справляется лучше. Цифры, несмотря на заболевания, видны. А вот ориентирование в подъезде затруднено. С помощью участников эксперимента находит лифт. Кнопки большие, видны хорошо. Поднимается на третий этаж и спускается. Все ощущения испытуемого, трудности, с которыми он столкнулся, фиксирует представитель компании-застройщика. Из-за того, что увидели, наверное, что нужно продумывать навигацию. Потому что то, что для нас видно, понятно, очевидно, кнопочки, цифры, да, то пожилые люди – это какие-то размытые для них образы, возможно, там слишком маленькие кнопки. То есть вот эти мелкие детали, которые, в принципе, надо, ну, там, где-то укрупнить, где-то сделать чуть ярче, расставить акценты. Группа перемещается на набережную водоема, который находится рядом с комплексом. Спуск обустроен, в том числе для маломобильных и пожилых граждан. Степан Волков находится в костюме более получаса. Ему 39 лет. Говорит, что чувствует себя на 60. Чувствительность в этих очках – еще ничего. Но вот когда у меня были очки с катарактой, абсолютно сжимаются все ощущения. И ты чувствуешь, любое препятствие, любое действие для тебя является препятствием. Тестирование продлилось более часа. Информация, полученная в ходе эксперимента, будет использована для повышения удобства строящихся и новых объектов компании «Тройка РЭД» для пожилых граждан. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Один из самых успешных технопарков Подмосковья, который полноценно функционирует, привлекает инвестиции и создает условия для научно-технической деятельности. С 2017 года на территории городского округа Люберцы работает промышленный технопарк «Лидер». Большую производительную площадку посетила съемочная группа нашего телеканала. Вот различные этапы, как выглядит детектор внутри. Вот он стоит, вот это монографический, большого формата, он состоит из четырех пластин. Разработчики и производители инновационного, высокотехнологичного рентгеновского оборудования, серверов, систем хранения данных, программного обеспечения, специализированных вычислительных комплексов. На сегодняшний день резидентами «Лидера» являются восемь предприятий, которые в полной мере соответствуют названию технопарка. Компания выпускает самое совершенное в мире, не в России, подчеркиваю, в мире, оборудование. Это маммографы, это связанное оборудование с рентгенными снимками. И самое главное, что эта компания не сборочный цех, а начиная от задумки, от разработки технологического всего оборудования до воплощения его в металле, как говорится, выпускают здесь, на этом предприятии. Несмотря на санкционный режим, введенный в отношении России, компания уверенно смотрит в будущее. Темпы и объемы производства ничем не уступают прошлогодним показателям. Более того, у руководства предприятия есть планы по расширению. Самое главное достижение, я считаю, это то, что нам удалось сохранить, восстановить, выстроить новые логистические цепочки. Удалось выстроить новые каналы взаимодействия с нашими поставщиками. Занялись очень глубоко импортозамещением. Число замещенных компонентов, с помощью которых создают высокотехнологичное медицинское оборудование, значительно возросло. Ведущая российская компания стремится в течение нескольких лет полностью выйти на собственное производство. Небезопасные перекрытия, торговля с земли – одни из многочисленных нарушений, которые выявили в ходе проверки. По поручению губернатора Московской области такие рейды проводят регулярно, чтобы каждая точка нестационарной торговли соответствовала необходимым нормам. Те точки, которые незаконны, они должны быть ликвидированы. И от те места, в которых возникают эти точки, при возможности их легализации, и потребности жителей должны быть легализованы, приведены уже в такой цивилизованный внешний вид. Всего в округе 41 точка сезонных и бахчевых продаж. Все они должны быть оформлены в едином стиле, вписываться в архитектурный облик города. Но что гораздо важнее – это безопасность и удобство для покупателей. Конечно же, мы призываем предпринимателей соответствовать тем требованиям, которые установлены цивилизованной торговлей. Мы будем стремиться к тому, чтобы облик нашего округа менялся в лучшую сторону. Наша задача – работать над тем, чтобы торговля приводилась в соответствии с современными требованиями. С начала месяца в ходе подобных рейдов было демонтировано 11 незаконно установленных торговых объектов. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжается акция «Подарок первокласснику». Детям из малообеспеченных семей помогают подготовиться к школе, дарят набор, который включает рюкзак и школьные принадлежности. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Рязанцевых. Подробности в следующем материале. Семья Златы Рязанцевой – это она и мама. В доме много книг. Покупает мама, дарит бабушка. Больше всего девочке нравится «Динозавры» – современная энциклопедия. Составилась уже 21 миллиардов лет назад. Ученые называют. На втором месте в рейтинге «Златы» – басни Крылова. Затем сказки, развивающая литература и книги о природе. К школе семья начала готовиться два года назад. С дочкой занимается мама. Два раза в неделю в детском саду подготовительные занятия. Сейчас Злата Бойко читает, пишет, лепит и рисует. Ого, сколько много! Посмотри, альбом с киской! Рюкзак полон. Кроме альбома в нем цветная бумага, ножницы, набор кисточек, акварельные краски, пластилин, карандаши, линейка, а также тетрадки, подставка для книг и ластик. Огромное спасибо! Иди поближе ко мне. Это большое подспорье, все необходимое. В любом возрасте для первоклассников особенно, потому что когда первый ребенок, и не знаешь, как готовиться, что нужно, какой-то пакет есть, но все равно какие-то нюансы. И в любом случае спасибо огромное. Учиться Злата пойдет в 42-й лицей. Образовательное учреждение находится недалеко от дома. Изучив содержимое, Злата примерила рюкзак, на котором изображена сова. Умная птица отметила Оксана Рязанцева и пожелала дочери быть такой же. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 20 юношей, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних, отправились в военно-патриотический центр «Офицерское собрание». В течение недели подростки принимали участие в спортивных соревнованиях, а также осваивали военно-прикладные дисциплины. Подробности далее. Четвертый день в военно-патриотическом центре. По стойке смирно юноши стоят напротив памятника погибшим при выполнении служебно-боевых задач. В руках у каждого по красной розе. Перед началом занятий – почтение памяти тех, кто защитил родину ценой собственной жизни. За время пребывания в этом центре ребята научились многому. Собирать и разбирать оружие, стрелять в тире, преодолевать полосу препятствий, уверенно передвигаться по скалодрому и маршировать. Одним словом, прошли небольшую подготовку к службе в армии. Это надо для дисциплины. Ты будешь более дисциплинирован, когда ты отслужишь год. За тобой уже будет прямое название – мужчина. Сначала, когда я сюда приехал, мне было не по себе, но в скором времени я привык. Тут очень хорошо кормят, да и в общем весело. В первый же день мы пошли на картинги. Мне это очень сильно понравилось. Подобная практика существует в городском округе Люберца с 2010 года. Идея отправлять трудных подростков на военно-патриотические слеты принадлежит комиссии по делам несовершеннолетних. За многие годы такой способ перевоспитания молодежи дал положительные результаты. По поведению мы видим, что они меняются. После общения. Сначала, когда приходишь на комиссию, они думают, что такое комиссия. Сейчас, как обычно, ругаться. Но когда они понимают, что к ним относятся с пониманием, готовы помочь, соответственно, у них отношение меняется. И понятно, что они обращаются за помощью. Мы им помогаем, соответственно, они как-то пересматривают свое поведение. Они тут готовятся стать настоящими бойцами, потому что у них получается это все дело. Они проходят здесь экстремальный курс молодого бойца. В военно-патриотическом центре также учат командному духу. Развить его помогают игровые виды спорта. Ребята занимаются футболом, волейболом и пейнтболом. Во время пребывания на слюте для них было организовано несколько спортивных соревнований. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Наш телеканал снова встречает гостей. На этот раз редакцию ЛРТ посетили учащиеся столичной школы моделей Верона. Они окунулись в телевизионное закулисье, узнали, как создают новостные сюжеты и даже попробовали себя в роли ведущего. Сейчас с вами будет работать съемочная группа. И я, меня зовут Екатерина Дегтярева, генеральный директор телеканала ЛРТ. Юристы, педагоги, спасатели и рабочие. Чтобы добавить в жизнь ярких красок, они посещают занятия и мастер-классы модельной школы. Их учат актерскому мастерству, помогают освободиться от комплексов и страхов. Теперь приобретенные знания они смогли применить на практике. Это серверное, это сердце, откуда все происходит. Заходим сюда. Здесь им рассказали, как формируют эфирную программу телеканала и показали, как режиссеры работают над выпуском новостей во время прямого эфира. Три, два, один, вошли. Здравствуйте, эфири новости. Пока одна группа знакомится с тонкостями работы режиссеров монтажа, другие, слушая наставления телеведущего, работают в студии. Задание, на первый взгляд, предлагают выполнить несложное – прочитать текст по телесуфлёру. Здесь важно правильно расставить логические ударения и, конечно, справиться с волнением перед камерой. Протяженность магистрали около 7 километров. На стройке побывала съёмочная площадка группа нашего телеканала. Татьяна Шилина перед камерой стоит в первый раз. Много лет работает в сфере торговли. Но попробовать себя в роли ведущей всегда было интересно. Сейчас так изменила жизнь и столько всего нового интересного. Всё хочется попробовать. Поэтому, собственно, мы здесь все собрались, смотрели, святая святых, так сказать, побывали. Очень интересно. В роли ведущего, ну, немножечко, конечно, страшновато. Немножечко есть такой тремор в руках. Но, я думаю, всё пройдёт. Во время экскурсии гости пообщались с корреспондентами, узнали, как они готовят сюжеты, познакомились с работой операторов и услышали много интересных фактов из истории телеканала. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Вейк-парке Красково состоялось открытие новой кольцевой установки. За первыми выступлениями спортсменов наблюдала Луиза Егязарян. Пятиопорная кольцевая канатно-буксировочная дорога длиною 620 метров. Появление этой установки люберецкие вейкбордисты ждали с нетерпением. Теперь здесь можно проводить всероссийские и международные соревнования. Устанавливали мы несколько месяцев, но готовились мы к этому несколько лет. Три года мы готовились. Это профессиональная установка, любителям на ней будет тяжело, но любой любитель может стать профессионалом. Сергей Иванов как раз один из тех, кто уже перешёл из разряда любителей в профессионалы. Занимается вейкбордингом уже четвёртый год. Новую установку в Вейк-парке юноша опробовал сразу в день открытия. Только что покатался, очень плавно и в принципе мягко она переключается. Всё удобно, скорость хорошая. Сегодня мы присутствуем на открытии установки, которых не так много в России. Мы будем ждать от вас всех участников, партнёров, новых соревнований, новых людей, лиц. Мы были бы рады, если бы здесь что-то произошло на уровне федерации, на уровне каких-то видов спорта, водных видов спорта, наверное, в мировом масштабе. Но к этому надо стремиться. Открытие кольцевой установки прошло совместно с проектом Росмолодёжи «Уличная классика». Это комплексная федеральная программа развития уличных культур, современных и экстремальных видов спорта, которые сегодня востребованы среди молодёжи. Безусловно, мы планируем вместе со спортсменами развивать эту площадку, заниматься вместе проведением мероприятий. И мне кажется, что это очень хороший старт для развития направления водных видов спорта в нашей программе развития уличных культур. Научиться кататься на вейкборде могут все желающие. Для новичков есть специальная реверсивная установка. Также на территории вейкпарка два раза в неделю работает бесплатная детская секция. Луиза Эгия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В день физкультурника в парке Наташинские пруды состоялось торжественное вручение золотых знаков ГТО. Наивысшую награду за выполнение спортивных нормативов получили жители разных возрастных категорий. Подробности расскажет наш корреспондент. Движение ГТО стремительно набирает популярность. Каждым годом всё больше жителей городского округа Люберцы проверяет уровень своей физической подготовки. В этом году к выполнению нормативов приступили более 2000 человек. Около 600 спортсменов разных возрастных категорий стали обладателями золотых знаков. Среди них и директор роллер-дрома в парке Наташинские пруды Анастасия Кулик. Комплекс ГТО сдала ещё в апреле. И вот долгожданная награда в руках. Это очень почётно. Знак ГТО – это ещё со времён нашей молодости, со времён нашего детства. Это очень почётный знак. С гордостью буду его носить. И привлекать молодёжь тоже, для того, чтобы они занимались спортом. Развиваем спорт, вводим его в массы. Один из самых юных обладателей золотого знака ГТО – 10-летний Роман Внуковский. С пяти лет занимается теннисом. Мечтает стать профессиональным спортсменом. Я сдавал в мае нормативы бег на полтора километра подряд, метание мяча, и я сдавал отжимания. Я доволен собой. Это значит, что есть результат, и то, что нужно идти в свои цели. Всего в День физкультурника наивысшую награду за отличную физическую подготовку получили пять человек. Присоединиться к выполнению комплекса ГТО могут все желающие от 6 до 70 лет и старше. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Представители старшего поколения тоже не остались в стороне от празднования Дня физкультурника. В Наташинском парке для членов клуба «Активное долголетие» прошла тренировка по танцам. Наша съёмочная группа наблюдала за ритмичными движениями. Латино, зумба и даже хип-хоп. Научиться танцевать можно в любом возрасте. Главное иметь желание записаться в клуб «Активное долголетие». Жительница Люберец Елена Кашурникова так и поступила. Второй год посещает занятия по танцам, йоге, а также осваивает пилатес. Движение – это жизнь. Движение – это нужно развивать свои мышцы, несмотря… Тем более в нашем возрасте они уже где-то закостенели, где-то ещё что-то, но нужно всё развивать и всё, чтобы двигалось. Для многих начинать танцевать в таком возрасте стресс и дискомфорт, отмечает тренер «Активного долголетия» Милана Артемьева. Но через несколько занятий всё меняется. Учим всему. Учим отдыхать, учим жить, жить заново. Ты каждый раз видишь, как они начинают расцветать. То, что им нравится, они приходят и говорят «Спасибо большое, это было так здорово». И то есть у них есть для чего жить дальше. У них горят глаза. Вот это, наверное, самое важное. В летний период занятия проходят раз в неделю. Каждую среду в 19.00 на площадке рядом с роллер-дромом. Осенью количество тренировок будет увеличено. Луиса Айки Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова